Всем привет, с вами Лиза. Вы на канале Border Collie Vlog. С вами сегодня Лео, Гаври и Фаня, которая снова что-то жрет на мужик. Фаня! Пойдём! Фаня! 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 Стоять! Фаня! Фаня! Мимо! Ё-моё! Лео! Лео! Покажи, куда Фаня идти. Лео, пойдём! Давай, идём. О! Прилит какая! Она просто чуть-чуть заблудилась. У меня пару дней назад хромал Лео. Сейчас я вставлю ролик. Всем при... Тши, не бегай! Всем привет, с вами Лиза, вы на канале Border Collie Vlog. У нас вот, да, вот такое чудо. Видишь, лапу поднимаю. Это хрен его знает, где он получил. Лео, не бегай! Лео! Не бегай! Не зря его. Иди сюда! Иди сюда! Тши, хватит бегать! Это Border. Он сейчас пойдёт сидеть себе в клетку практически на 4 часа. Потому что вот он хромает. Ему хреново, он хромает. Я не знаю, где он подвернул себе эту лапу. Походу, вчера где-то шли, и он, походу, дёрнулся. Там было вечером. Наверное, это из-за этого. Но я ещё проверю. Посмотрю. Лео, иди сюда. Иди сюда. Хорошо. Пойдём. Бегает, носится, конечно же. Сейчас будет ходить всё время на поводке, чтобы не носился, чтобы только росил. Ну, потому что это бред. На тренировку, наверное, тоже мы не пойдём. Ну, блин. Он на неё наступает, но он подхрабывает. Ну, как люди подворачивают, у него примерно та же самая фигня. Не знаю. Я думаю, пройдёт недельку за недельку. Вот такие казусы случаются время от времени. Ну, это бордер. Это бордер. Точно. Право. Переднее правое у неё. Всё. Я определил лапу. Сейчас придём. Я ещё её прощупаю. Посмотрим. Но переломов там точно нету. Ну, такое ощущение, что он её просто тупо подвернул. Не знаю. Фиг знает, почему хромал, что хромал, что это вызвало. Ну, вроде как просто на что-то неудачно наступил и подвернул лапу. Вроде как, как я предполагаю. И я нашла достаточно интересную статью о бордерах. Так скажем, человек, который её написал, она сама врач. И у неё просто уже накипело то, сколько больных бордеров приходят после отжирить. Сейчас я расскажу примерно. Ну, обсудим эту статью вместе с вами. Я не буду всё конкретно точно говорить, как там в статье. Но выскажу своё мнение. Во-первых, это травмы. Травмы в аджилити. Почему-то многие говорят, что 8 лет собаку обязательно надо убирать на пенсию. Неважно, то есть, болит у неё что-то, есть ли у неё какие-то травмы, нету. Обязательно на пенсию. Я с этим полностью не согласна. И чуть позже расскажу, почему. Я знаю одну собаку точно, которая, это бордер-колли, которая перенапрягли собаку в юниорском возрасте. То есть, в 2 года эта собака ушла на пенсию, так скажем. Она больше не занимается аджилити. И вердик ветеринара, это перенагрузка суставов в детство, ну, детство, юность. То есть, когда собака только развивается, формируется. Из-за этого появились рубцы. И собака периодически после аджилити начинает хромать. Так что её тренер попросил, ну, перейти в другой какой-то спорт, менее травматичный. И вот самое важное, вот это вот. Когда вы заводите бордер-колли, не стремитесь выучить всё, вот, прыжки. То есть, каждый день нагружать лапы собаки нельзя. Как я уже объясняла, у меня в стратегии такая тренировка, какая-нибудь там тренировка, следующий день, ну, то есть нагрузка на лапы, потом расслабляемся, потом снова нагрузка, то есть один через один. То есть, у нас есть сильная нагрузка на лапы, потом слабая нагрузка на лапы, сильная нагрузка на лапы, слабая нагрузка на лапы. То есть, например, когда мы учились делать прыжковый коридор То я делала так, что я один день тренировалась Потом два дня отдыхала от прыжкового коридора Потом один день тренировалась, два дня отдыхала Потому что очень сильная нагрузка на суставы Собака молодая, собаки нету еще даже двух лет А собака формируется Овчарки конкретно формируются полностью, примерно к двум годам Чем мощнее какие-то симбернары, они вообще формируются к 5-6 годам Это надо учитывать и работать над нагрузками собаки обязательно Мы не можем тренировать собаку каждый день, ездить и прыгать с ней Так занимаются реально чемпионы мира Те, кто стремятся к миру Но я конкретно не считаю это нужно Для меня все-таки здоровье собаки важнее, чем попадание на чемпионат мира по agility Это мое решение Я так решила, если вдруг как-то так случится И какая-то моя будущая собака попадет на мир То вероятнее всего она попадет не тренируясь 6 раз в неделю А всего лишь тренируясь 2 раза и отдельно со мной дома Недавно у меня была проблема у Лео пару дней назад Он начал хромать Он шел вечером, было достаточно скользко У нас там место, где разбитые стекла и разбили бутылки Я шла уже после работы уставшей и забыла, что там бутылки разбитые И Лео проходил и прям Или подвернул ногу, или наступил Но он прям отдернул свою правую лапу И отодвинулся от этого места Я подумала, он на стекло наступил Потому что после этого начал хромать Я проверила все лапы, все чистенько Нету ничего Но следующие 2 дня он хромал А сейчас уже он не хромает Но все-таки я не хочу давать ему сильные нагрузки Вот сегодня на тренировке Я прям попросу в тренирую, чтобы мы поменьше тренировались То есть лучше мы один раз пробежим и будем делать А отдельно разные снарядики Чем перенагружу его лапу, он снова начнет хромать Также этот вот ветеринар в статье, которая будет в описании Описывала то, что к ветеринару очень поздно обращаются Обычно обращаются, когда уже все Когда все очень плохо То есть она советует, что если собака начала хромать Обратитесь к ветеринару Не ждите 2 дня, как вот я жду У меня мнение другое чуть-чуть Так как я в общем-то не знаю у нас хороших ветеринаров Которые вот именно реально хорошо разбираются Вот в лапах Объясню сейчас почему То я жду 2 дня Если у собаки все проходит То все нормально Если ситуация ухудшается Вот как у меня у Гаврика был Он спрыгнул И у него все 2 дня не наступало на лапу совсем И улучшений не было Тогда мы пошли к ветеринару Ветеринар рентгенов ничего не делал Просто прощупал Сказал, да все нормально Вот он обезболивающий Меньше нагрузок И все пройдет Вот так сейчас было бы с Лео Если бы я его повела в ветеринару Все было бы то же самое Я на 100% уверен То есть надо найти того ветеринара Кто разбирается в этой сфере В лапах В суставах И идти конкретно к этому врачу Его надо найти Узнавать У других аджилистов И так далее Есть просто еще так же знакомая У которой сейчас уже ветеран Собака Она не бегает уже аджилити Потому что где-то 3 года назад Она начала хромать И она сразу пошла к ветеринару Ветеринар сказал Что по рентгену по всему Нет никаких проблем Но собака хромала Собака хромала Хромала То есть она то хромает То не хромает То не хромает Вот так вот непонятно И 3 года ходили по ветеринарным клиникам И только сейчас обнаружили Что Ну как обнаружили Последний врач поставил диагноз Это сильная дисплазия Почему не могли это определить раньше Непонятно Хотя ну Человек ходил по ветеринарам С этой собакой постоянно Так что я не знаю Я не доверяю нашим ветеринарам И ночам почему-то Надо найти кого-то Реально хорошего И вот к нему обращаться С собакой надо бегать Аджилити Но надо всегда смотреть В какую погоду вы бегаете Аджилити Если это Лед Снег И вы бегаете на улице То сразу попрощайтесь С лапами собаки И это точно На 100% Мы никогда Никогда Не будем бегать По льду И снегу На улице Только зал У нас в Эстонии Такая погода Что Утро Дождь Вечером К вечеру Может все это нахрен Замерзнуть И все будет во льду Так что А мы обычно занимаемся Вечером И бегать по льду По скользкому Это вообще не вариант Это до свидания Если мне скажут Бегай по льду Я скажу нет Я не буду Я лучше найду другой зал Где есть помещение В котором бегают Может там будет маленькое Неважно Главное Чтобы это было помещение Летом мы бегаем Под дождем Под ливнем Но тогда я стараюсь Все таки С собакой Бегать более медленно Не разгонять И делать все повороты Более такими Скрученными И он сам уже Начал их То есть Не так резко Разворачивать Делать более большие Скругления Чтобы меньше скользить Так что погодные условия Это очень-очень важно Когда мы также приезжаем на соревнования И оказывается, что идет сильный ливень Например А у нас покрытие Это не искусственная трава Например А натуральное покрытие То Самый лучший вариант Который вы можете сделать Это Не идти на соревнования Пофиг Сколько вы там денег заплатили Здорово Если вы У собаки Какая-то будет травма Вы заплатите намного больше денег Чем Вы потратили сейчас на соревнования Да Мы не боги Мы не можем предсказать погоду Это правда У нас такое бывает Что Утром смотришь Прогноз погоды Весь день обещают дожди Вечером смотришь Уже парочку солнышка Появляется И ты такой В смысле Так что Я нашим прогнозам Ну не доверяю вообще И В плохую погоду Летом Мы стараемся не бегать У нас было Один раз Вот Мы бегали прям Под сильным ливнем На искусственной траве Низкая высота Но Сейчас я понимаю Что оно того не стоило Во-первых Слишком Он перевозбуждается Он не может так бегать Но это была плохая идея Это надо было сразу Нахрен отказываться И не идти И следующий раз Я не пойду На соревнования В Ливии Мне Такого Не надо Про собак Про собак ветеранов Тоже такая Ходит такая Как легенда Что В 8 лет Желательно Чтобы собака Переставала Заниматься Аджилити И То есть Шла на пенсию Мое мнение Таково Это все фигня Я могу судить Это по себе Когда я Занималась С 4 лет До 17 лет С 4 до 17 лет Танцами С сильной нагрузкой От 2 до 4 раз В неделю Для меня Это была Сильная нагрузка Потому что Я была Как этот Митюр Я дома бывала Только Чтобы поспать Остальное Я была везде Только не дома В основном На танцах И Когда я ушла С танцев Я поняла Насколько Мне становится Каждый раз Тяжелее И тяжелее И тяжелее То есть Быстрее набирается вес Меньше нагрузка Мышцы быстро ушли То есть Когда собака Занимается Аджилити Все суставы Как бы Мышечные Делают Держатся мышцами Просто Там такой мышечный Каркас Прям каменный Что Когда собака Перестает Наниматься Аджилити Мышечный каркас Уходит И собака Начинает Разваливаться Так что Я считаю Что Аджилити Надо заниматься До того момента Пока вы не поймете Что собака Не может Больше прыгать И ей Приносит Это Ну Не даже не боль А просто Вот Она уже не может По ней видно Что все Надо заканчивать Это Ну По собаке Это видно Я все-таки Хочу еще Привести Такой пример Как Почему все-таки Мы Люди Идем И Специально Так скажем Травмируем Своих собак На аджилити Потому что Ну Занимаясь Ну Любой спорт Он травматичный Например Кать Балерина Которая Занимается Этим Балетом Уже Очень-очень Много лет У нее Стертые Пальцы У нее Эти Мозоли Опухшие Крова Ноги Крова и Точат То есть После тренировок Ну Когда ты Говоришь Таким Людям Балеринам Прекратите Зачем Вы Травмируете Свой организм Вы будете Калеками Вы будете Старой И будете Калеками Такой человек Покрутит Беском И скажет Мне это нравится Я не уйду Отсюда Никогда Пока я могу Я буду Этим заниматься Так же И с собаками Собаки Не смотрят В будущее У них Нет прошлого У них Нет настоящего У них Есть Ну Прошлое Но они Помнят Его Как это Короче Будем считать Есть Прошлое Есть Настоящее У них Нет Будущего Собака Живет В настоящем И Когда Собака Приходит На Аджилити Она Рада Она Счастлива И она Сама Готова И Говорит Типа Давай Побежали Я хочу Быстрее Почему так Медленно Давай 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 И Это видно По собаке Как она Счастлива Что она Этим Занимается Кто-то Скажет Найти Менее Травматичный Спорт Который Нравится Собак Да Так Можно Например Можно Заниматься Послушкой Поправьте Как это Правильно Называется Я Я Ноль В этом Я не Разбираюсь Гуглить Тоже Не хочу Сейчас Ну Вы Меня Поняли Леону Например Это Вообще Не Нравится Ну То То есть Что Для Меня Вообще Не Нравится Он Возьмешь Вкусняшку Он Такой Да Давай Я Похожу Рядом С тобой Ты Подаешь Мне Вкусняшку Прикольно Ну Да Классно Ну Вот Такое Состояние А Когда Мы Бегаем Аджилити Это Драйв Он Прям Хайфует Он Сам Хочет Предлагать Сам Делать И Из-за Этого Я Хожу На Аджилити Из-за Этого Я Не Думаю О Том Что В Ветеранах Он Будет Хромой Больной Но Он Будет Счастливый Собакой Он Умрет Счастливый Собак Хромой Больной Но Счастливый Такая Я Эгоистичный Человек Аджилити Это Спорт Крайности Это Спорт Где Легко Получить Травму Где Собаки Могут Ломать Тебе Пальцы Ломать Тебе Лапы Это Спорт Весь Спорт Травматич И У Собак И У Людей Так Всегда И С этим Ничего Не Поделаешь Но Оберегать Собаку И Не Давать Делать Ей То Что Ей Нравится Бегать Аджилити Запрещать Собаке Бегать Аджилити Если Она От этого Кайфует Мне Кажется Это Издевательство Над Собак Вот Это Издевательство Над Собак А То Что А позволяет Собаке Бегать Аджилити И Чтобы Она Радовалась Жизни Вот Это Да В ветеранах Он У меня Лео В ветеранах Может быть Хромой Собакой Но Это Не Факт Нашего Тренера Собака 12 лет До сих Бегает Аджилити И Вроде Он Был На Чемпионате Мира Вроде Как Я Не Буду Говорить Правда Но Вроде Как Он Или Она Ну Бордер Колли Тоже И Да Собака На Таблет Как Собака На Собаке Дают Таблетки Чтобы Поддержать Суставы Но Это Мил Честно Собака Кайфует И Если Собака Счастлива Я тоже Счастлива Вот Вот Такое У нас Сегодня Интересное Нарабоучение Надеюсь Вам Понравилось Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал Приходите Ко Мне На Грумин Все Мои Работы Можно Посмотреть В Инстаграм Почти Все Многие Работы Можно Посмотреть В Инстаграм Не Забывайте Ставить Колокольчик Подписывайтесь На Канал Всем Пока Продолжение следует